День осведомлённости о синдроме упущенных каникул. Марафон на радио Комсомольская правда. Сейчас мы подробнее об этих людях поговорим с социальным психологом, нейрокоучем, действительным членом общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Наили Берарова с нами на прямой связи. Наили, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер, Мария, Михаил и дорогие наши радиослушатели. Есть такой анекдот. Мужчина приходит к врачу, врач говорит, курите, он говорит, нет. А с женщинами как? Ну, никак. А пьёте? Нет, не пью. Он говорит, а как вы расслабляетесь? Он говорит, я не напрягаюсь. Может быть, вот эти вот люди, которые не уходят в отпуск, они не напрягаются просто? Да я думаю, просто у них мотивация немножко другая. Они более воодушевлённые, чем остальные, и у них вдохновение больше, чем у остальных. У них хватает силы и ресурса самостоятельно себя держать вот в этом постоянном тонусе. Но не факт, что это всегда полезно, но это уже другая часть вопроса. Аили, а почему любить свою работу не то же самое, что быть трудоголиком? Ну, дело в том, что любить свою работу – это относиться к ней творчески. То есть каждый раз находить минутки радости, то, за что я могу поблагодарить, те бонусы, которые я получаю. Трудоголизм – это когда я уже вхожу как загнанная лошадка в определённый стереотип поведения, и у меня постоянно повторяются одни и те же паттерны. То есть я не выхожу за рамки ограничений, я не выхожу из шаблона, и я как будто бы всё время как белка в колесе. Я делаю, 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 при этом забываю просто пожить, забываю побыть в контакте с собой, забываю про свои чувства, про самоощущения. И по факту это даже такой стереотип избегания, когда мне невыгодно посмотреть на свою жизнь внутри и снаружи, но мне выгодно всё время прятаться вот в этом трудоголизме. То есть я делаю это для того, чтобы, возможно, какие-то пустоты во внешнем мире, в своей социальной жизни, какие-то пустоты заполнять. Но ведь люди разные бывают. Одному требуется день. Он день провёл на природе и всё, перезагрузился. Он свежий, как огурчик, выскакивает на работу, глаза горят, всё, значит, спорится. А другому недели мало или двух недель. Да, Михаил, вы абсолютно правы. И это зависит от нашего психотипа. То есть кто-то достаточно темпераментный, у него хватает энергии, ресурса, активности, и уровень его внешних возможностей, силовых возможностей зашкаливает. А кто-то немножко такой депрессивно-меланхоличный, он склонен к тревожности, склонен к грусти, к апатии. И ему, конечно, будет труднее себя приводить в тонус. И только работа даёт ему дополнительную мотивацию и стимул. А что заставляет нас чувствовать вину, отправляя или относя заявление на отпуск? Ну, правда. Я вот понимаю, о чём речь. Мне было всегда неловко. Ты всегда плачешь. А Миша вообще не берёт отпуск, поэтому... Что значит «не беру»? Я беру в отпуск. Но я не плачу при этом. Но действительно. Ой, я коллега. Извините, пожалуйста, мне положено, да. Но, тем не менее, простите. Давайте я тортик принесу всем за то, что я ухожу в отпуск. Вот откуда это чувство вины берётся? Ну, здесь, вы знаете, я это тоже исследовала. Я тоже дикий трудоголик. И я смотрю, что люди стали приходить с такими запросами. Просто запрос на отдых. Я запрещаю себе отдыхать. У меня стоит как будто бы какое-то табу. Разрешить себе где-то прилечь. А уж не дай бог целых семь дней посвятить только себе там или своей семье. И я стала это исследовать. И вы не поверите, знаете, что я поняла? Это генетическая память наследственная, предковая. Наши бабушки и дедушки, особенно во времена войны, когда их мужья уходили, которые в большей части кто-то пропадал без вести, бабушки, которые не имели права расслабиться. Расслабишься – проголодаешь. Расслабишься – погибнешь. А те женщины, у которых большое потомство было, по 8, по 11 детей, им вообще было некогда думать о труде. И вот наша клеточка ДНК помнит эту информацию. И вот это чувство вины за наших бабушек, за предков, что они, выживая, не позволяли себе радости. А мы тут хотим какое-то удовольствие, наслаждение. И мы хотим вообще свободный образ жизни. И у нас возникает такое бессознательное чувство вины. Потому что если вообще это чувство разложить поэтапно, то мы все поймём, что отдых – это часть работы. И если ты хорошо не поотдыхаешь, ты хорошо не поработаешь, ты будешь не в ресурсе. Ты будешь из резервов организма расходовать тот ресурс, который может быть заложен на какие-то стрессовые ситуации. Поэтому, как по мне, так это что-то из лояльности туда, нашим бабушкам и дедушкам. Всё, теперь, друзья, будете писать заявление на отпуск, просто мысленно попросите у всех предков прощения. Извинитесь, да. И со спокойной совестью идите отдыхать. Наиль, спасибо вам большое. Наиль Берарова, социальный психолог Нейра Хоуч, действительно членом общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, была в нашем эфире. Спасибо, что были у нас. Ну, а мы продолжаем. Да, мы...